В этой части повествования я постараюсь дать вам максимум информации о том, как создать вашу первую карту. Давайте начнем. Для начала создадим объект. Любого размера. Все зависит только от вашего желания. И точно так же от вас зависит и размер карты. Пропорции вам придется выбирать самим, в зависимости, например, от размера героя. Допустим, это будет одно из больших помещений в игре Doom 3. Теперь мы должны использовать инструмент Hollow. Как вы видите, наша камера уже внутри объекта и вертится во все стороны. И вообще-то наш куб стал больше походить на комнату, в которую может войти игрок. Однако, использование Hollow может принести несколько неприятных моментов. При использовании этого инструмента некоторые объекты перекрывают друг друга. Чтобы исправить эту проблему, нужно выбрать стены. И легче всего это сделать при помощи функции Partial Tall. Переходим в вид X, Z. Вытягиваем объект и выбираем Select Partial Tall. В 3D-виде видно, что выбраны все стены, а потолок и пол не выбраны. И теперь мы можем изменять их размер стен таким образом, чтобы по высоте они едва касались пола потолка. Так что одна проблема с Hollow уже решена. Но не забываем еще об одной проблеме, которая возникает в другом измерении. Как мы видим, стены по-прежнему перекрывают друг друга. И чтобы это исправить, мы выбираем противоположные стены. Поскольку у нас выбрано два объекта, то все изменения, которые я сделаю с первым, произойдут и со вторым. Теперь пересечений нет ни в одном измерении, что мы видим, пролистывая ортогональные виды объектов. Наряду с тем, что нужно избегать пересечений, следует также избегать обратного явления, так называемых зазоров. Речь идет о зазорах между сторонами параллелепипеда и о пустоте, которая в них возникает. Следует быть очень аккуратным при соединении сторон, например, дверей и стен, и следить за тем, чтобы они плотно соприкасались. В противном случае ваш уровень не скомпилируется. Сейчас я специально создам зазор. Эта серая область, сейчас я выдвину камеру, называется пустотой. Чтобы отрендовать Doom 3, нам понадобилось скрупулезно подойти к очищению уровня от пустоты. При попытке скомпилировать уровень, где есть пустота, компилятор выдает ошибку, и в командной строке появляется сообщение имя уровня PROC NOT FOUND. Теперь я немного изменю вид уровня, чтобы показать вам, какими незаметными иногда бывают зазоры. Попробуйте себе представить, вот эта карта имеет зазор. И более того, зазор находится здесь, между двумя этими объектами, которые, казалось бы, так плотно соприкасаются. Однако, зазор становится виден лишь при максимальном увеличении масштаба. Избежать таких мелких зазоров позволяет функция привязки к сетке. Два смежных объекта, которые мы выровняем по сетке, уже не будут иметь никаких зазоров. Следующий шаг – наложение текстур. Для этого нужно нажать на вкладку «Медиа», затем «Текстуры», а оттуда уже выбрать любую текстуру, которая нужна вам для нанесения на объект. При двойном клике на одной из папок в окне «Текстур» будут отображены все текстуры, содержащиеся в ней. Но лично я обычно ограничиваюсь окном «Испект». Давайте попробуем найти текстуру для потолка. Выделяем потолок и подбираем для него текстуру. Например, вот эту. Теперь выделяем пол. И если нам нужно скопировать текстуру с потолка, то выделяете тот объект, на который должна быть скопирована текстура. А средней кнопкой мыши жмем на объект «Желаемой текстуры». И, как вы видите, все получилось. Ну, я передумал. Теперь мне хочется другую текстуру. Например, вот эту. Теперь нанесем текстуру на стены. И здесь нам снова приходит на помощь функция «Select Partial Tall». Это гораздо быстрее, чем выбирать каждую стену по отдельности. Как вы помните, эта функция позволяет выбрать все объекты, которые хотя бы частично находятся в выделенной области. Выбираем текстуру. Что-нибудь по уродиве. Вот эту, например. А почему бы и нет, в конце концов.